всех приветствую хочу показать видео как строить вот такой пруток на одной из площадок задал вопрос 12 миллиметровый как сделать на основе трехмерного эскиза у него не получается эскиз не переопределяется вот но на трехмерном на основе трехмерного эскиза там тяжеловато строить такие детали там нужно дополнительные вспомогательные прямые чтобы углы выставлять и еще одни чтобы ориентир правильно выставить нужном нужно плоскости согнуть как говорится вот такой проток получается хочу предложить на мой взгляд самый оптимальный вариант это на основе двух двухмерных эскизов на их основе строится проекционная кривая и уже на основе проекционной кривой вытягивается побышечка по траектории вот такой чертежик у нас получается вот единственно что на данном чертеже непонятно но понятно что какие-то допуски наверное вот звездочки обозначают углы там плюс-минус наверно должен быть а вот на дальном чертежики нет вот этого вот радиус на вот этих с двух сторон и высоту вот этих вот заворотик небольших вот на я возьму произвольно 10 миллиметров радиус на 20 миллиметров по оси высота для на 20 этого заворотика и радиус с круглым 10 миллиметров это единственное что еще вот этот размер 64 то есть он идет не под оси да нет центральной точки этого от диаметра диаметральной поверхности надо будет это учитывать давайте и насколько я могу понимаю это вид спереди это вид сверху поэтому будем строить два эскиза спереди и сверху потом уже проекционные кривые накинем а потом уже будем образно 20 миллиметров это у нас 144 это у нас 432 132 132 и 89 и так длинный выставили давайте сразу скруглю вот и теперь уголки на 674 и 3 и у нас получился здесь уже определенно это неправильно потому что вот это у нас здесь нет горизонтально сидеть горизонтальность поэтому удалим горизонтальность вот это выставим кардинальный взаимосвязь ну а здесь наш уголок 185 и 3 только в другую сторону 185 и 3 все эскизик не построен он определён выходим давайте сохранить давайте сохранить как фруктову 2 вот и теперь на виде сверху на плоскость сверху а вот эта часть эскизика так и поскольку здесь у нас падение здесь там между этими точками взаимосвязь вертикальность здесь у нас горизонтально вот и а поскольку у нас вот здесь нет центра а диаметра думаю здесь нужно сделать так вспомогательную 6-миллиметровую и уже а вот этот размер 2 изгиба 764 ставим 764 и дальше выставляем наш угол 181,2 вот здесь тоже давайте пока горизонтальность удалим пока тоже уголки выставим 178,39 179 наш уголок так вот здесь сразу тоже ставим обязательно смесь между этой точкой и вот этой горизонтальность ну что смотрите если вот этот отрезок будет длиннее то есть выходить дальше этой точки проекционная кривая обрежется по меньшему эскизу то есть вот это вот это расстояние насколько она выходит от этой точки вот скажем так длиннее она будет обрезаться также если мы короче сделаем то проекция вот эту часть не построить если она будет вот этот отрезок он будет обрезаться по эскизу который короче поэтому вот эти экранные точки мы как бы по проекции соблюдали сделаем взаимосвязь вертикальность здесь 1067 вот и а взаимосвязь это все оставляем и вот нашу вот эту по другому по другому здесь никак не сделать вот это разместаем тоже управляемым здесь там 30 градус и вот эта взаимосвязь вот эти две точки тоже вертикальность конечно эскизик то немножко такой непонятный здесь вы как в вот на если вы держите этот эскиз но по еще раз говорю вот эти звездочки это скорее всего допуски какие-то гасить вот эту 11 соток потому что пруток все-таки 12 миллиметров ну как указал человек поэтому здесь должно быть 6 вот но тем не менее ладно мы оставим наши параметры выдержаны все 181 21 и 30 градусов снижается определён выходим из него вот и теперь идем вставка кривая и вот проекционная кривая здесь выбираем эскиз в эскизе и убираем наш один эскиз и второй эскиз и вид сразу желтым отсвечивается проекционная кривая все эскизи сразу гасится у нас но скрывается вот наш проекционная кривая и теперь на плоскости сверху у нас вот чарла на кривой сделаем эскизе здесь ничего окружность 12 мм все и теперь следующим элементом бабушка траектории ты с кизик сразу выбрал выбрал надо выбран и теперь выбираем наш если у вас нет менеджера выбора правой кнопкой ставим на поле правой кнопкой менеджер выбора выбираем стандартный выбор и всю кривую если мы допустим вот так вот выберем то ведь она уберет только сегмент ну замкнутую петлю не получится вот потому что у нас не замка петля а вот можно выбрать не замкнутую петлю либо либо просто кривая это более правильный будет путь это и есть кривая все жмем окей ну вот наш прутик руток 2 получился первый руток вот руток 2 как видим все на них соответствует естественно чертежу ну и соответственно все наши размеры выдержаны вот с этим размером непонятно но здесь скорее всего здесь должно быть ровно 6 вот но насколько я могу судить по имеющему стертежу он допустим вот эти два здесь оставим этот строгий пошел он ровный 30 градусов а вот эти два скорее всего нет не эти два этот ну а здесь не ровно 6 на одну десятку соток убегает вот скорее всего где то вот так должно быть судя по наличием примечаний на этот эти все у нас эскизики вернее размеры без примечаний поэтому их выдерживаем где все равно 6 а вот эти размерчики углова размерчики наверно могут гулять поэтому сделаны примечания с примечаниями со сносочками вот принципе все что хотел показать на этом всем пока всем удачи все и все πολеем